Скажу вам откровенно, все, что произошло и происходит в Украине, мне категорически противно и не нравится. По многим причинам, в силу личностных каких-то причин, вы знаете, что это не чужая для меня, да и для вас страна. Это треть нашего славянского мира, поэтому я очень болезненно воспринимаю те процессы, которые там происходят. И когда я говорю о том, что мне категорически я не приемлю то, что произошло и происходит в Украине, я это говорю, как может быть просто человек, гражданин. Давайте посмотрим, что произошло в Украине. По-разному это называют. Революционный переворот, революция, вооруженный захват власти, неконституционное свержение власти, короче, неконституционный процесс. Может это мне или вам нравится, людям, посвященным в политику? Конечно нет. Это ненормально, когда таким образом свергают законную власть и устанавливают новую власть. Украинские власти допустили очень много ошибок и таким образом, если уже откровенно говорить, подставились. Они подставились, неважно, специально, скорее всего в большей степени не продумав, не обдумав, революция идет и начали косить налево-направо. Пошло мародерство, мордобой на улицах, нет порядка, передел собственности и этим пользуются недобросовестные богатые олигархи и так далее. Это мне может нравиться в Украине? Конечно нет. Вы, конечно, сейчас у меня спросите о Крыме, о том, что нарушена территориальная целостность, о том, что возможно там еще что-то. Скажите, вам это может нравиться, если нарушается целостность и независимость какого-то государства? Ответ однозначен. Нет. То же самое и мне, как гражданину. Но кто эту ситуацию создал? Многие говорят, знаете, Россия ждала только для того, чтобы оттяпать Крым, присоединить и прочее. Так не подставляйтесь. Вы же политики, не давайте повода для этого. Но когда Россия увидела, когда душит весь вот этот, даже не русский, а славянский мир, когда нависла угроза над Крымом, который когда-то принадлежал России, ну это не главное. И там из двух с лишним миллионов, полтора миллиона русских и вообще около двух, которые вообще такой политики не приемляют. Россия вмешалась. Никто же не скажет, что Россия вот просто так взяла ружье и люди пошли туда, оттяпали Крым. Никто это не скажет. Повод и причину, причину и как минимум повод дали эти власти. Продолжение следует...